Всем ассаламу алейкум, всех приветствую в таком мероприятии. Сразу хочу по команде чуть объяснить, рассказать. Только что Андрей сказал недавно наши ребята, Токсим, Альбек и Аслжан. Буквально две недели там мы выиграли бои. Хочу и с этим поздравить официально. А по бою у меня получается, если честно, очень долго готовился. Готовлюсь по сей день. Очень много. Уже простой почти год, да. И я на протяжении этого года всегда в форме. Очень много сборов прошел. И так скажу, что с лета я уже должен был тратиться. Ждал в целом месяце свой бой. Ну, никак не клеилось, так скажем, да. То соорганизация, то соперник травмировался. То специально поехали, получили вакцину, да. Ради этого боя. Должен был в сентябре выступить. Ну, по вакцинам не успели. Теперь в ноябре поставили 12-го. Но, к сожалению, турнир тоже ноябрьский отменили. Потому что сейчас в Сингапуре вспышка коронавируса. И ноябрьский турнир все отменили на декабрь. Вот первый, самый ближайший турнир это 17-го декабря. Уже подтвердили. И вот готовились на 17-го декабря. Бой против, я не знаю, можно это же отговорить, нет. Как здоровье сейчас, как самочувствие, как после боя, какие планы? Да, всех приветствую. Ну, с здоровьем все нормально. Последний бой не получился. За судей. За судей? Да, за судей. Но, в принципе, чувствую себя хорошо, настрой хороший. Хочу. У меня контракт еще три боя по контракту. И нечего, думаю, еще подерусь. Еще тряхну стариной. Хотел бы пацанов поздравить тоже. Вот такси Майбека. Хорошие бои показали, хороший уровень. Что еще? По подготовке пока даже не знаю еще, даже соперника не знаю. Примерно знаю дату боя. Ну, тоже примерно на декабрь. Соперник неизвестен. Если подойду в хорошей форме, думаю, выступлю в декабре. Ассаламу алейкум. На счет носения боя я отрылся в Абу-Даби. Порядиться в Wario Warriors. Тоже, как бы, долго ждал. Почти год простой был. Никак не могли организовать бой. Ну, получилось, вот мне организовали бой. Мне там менялись соперники. Тоже были сложности. Даже вот после взвешивания. Ну, соперник не сделал вес. И опять же, не могли найти соперника. Но так получилось. Там еще один боец вышел ковид. И, как бы, тоже 61 килограмм. И по борьбе с вышел не поставили. И, наконец-то, получился бой. В течение года ждал, можно сказать. Конечно, вот эти ситуации. Ну, очень сильно расстраивались. Но бой получился, вышел. Получилось выиграть. Долго готовились сборы. Вот я всегда пацанам помогал. Хайрат готовился. Даньяр, больше лет мы ездили. В Пешкек, на сборы, в горы. Там, как бы, сборы прошел. В этом, за этот год, троим, четверым пацанам помогал. И со всеми с ними сборы проходил, короче. И ждал тоже боя для себя. Ну, получилось выиграть. И сейчас они обещали контракт. Сейчас вот жду от Саята ответа, от организации. Думаю, там подпишу контракт на четыре боя. И цель, запрят пояс, ой, ой, ой. Спасибо. Спасибо. Есть слов об эмоциях по тому бою, да? Потому что, я думаю, ребятам тоже будет интересно. Расскажи о предстоящем поединке. Что значит? Ну, я думаю, вопросы еще будут, но ты не умеешь. В первую очередь, хочу всех поприветствовать представителей СМИ, что пришли на это мероприятие. Моего прошедшего боя, ну, все видели, как он прошел. В принципе, хорошая была подготовка, хороший был план на бой. В этом бою я был антердогом, и многие, как бы, на меня уже списали, уже с UFC вообще, как бойца. Ну, мы вышли и всем доказали обратное. Но не Казахстан. Ну, как честно скажу, как есть. И многие в Казахстане были, как бы, знаешь, такого же мне не придерживались. Есть, конечно, кто и поддерживал, большинство, конечно, поддерживает. Это чувствуется, это чувствуется и в соцсетях, это чувствуется, допустим, когда вот людей просто на улице встречаешь. Ну, и есть, конечно, и злопахатели, кто, допустим, радуется вот этим поражением. Ну, в целом, подготовка прошла отлично, я там себя хорошо чувствовал. Вот, там познакомился довольно близко с Карата Ахметовым соперником, Адрианом Варалисом, очень тоже хороший человек, хороший парень. А Каратин только положительно отзывался, он там, он узнал, что мы с Казахстана, подошел сам. Вот, как бы, а Каратин там пару слов сказал, что у Карата очень хорошая борьба. Он его прочувствовал. Ну, я думаю, да. Я думаю, все соперники Карата прочувствовали, кто с ним наблюбился. Очень хорошая борьба. Вот, ну, по поводу предстоящего боя, вы, в принципе, наверное, анонс видели уже. Контракт я подписал сразу. Бой мой пройдет 12 февраля в следующем году. Вообще, планировал провести в этом году бой, просил у организации, там, если я тут постоянно писал, вообще, планировали конец ноября, в декабре подраться тоже. Вот, ну, они предложили тоже номерной турнир, и, в принципе, мы согласились. Почему? Потому что номерной турнир – это для популяризации. У меня очень, как бы, хорошая просматриваемость, большая будет, там, звездная карта будет, хорошие, именитые бойцы будут биться. Вот, так что мы согласились. И мы будем ждать февраля месяца. Все, всем спасибо. Приветствую вас. У меня вопрос, Евгений Иванов. Ничего личного, Женя. Твоя крайняя схватка с Муслимом Магомедовым. Мы абсолютно не увидели того Египердиева, который блистал, к примеру, с другими соперниками, с тем же Патрасом Агнаевым. Мы увидели, что Муслим Магомедов переигрывает тебя не только в проходах, многие, там, допустим, по тейкдаунам, но также он перебивал тебя в стойке, у него проходили удары. Ты к этому бою очень долго готовился, и это был очень важный поединок для всего Казахстанского ММА. Все-таки стоял на кону пояс ASEA долгожданный. Я не знаю, когда мы вообще приведемся на этот пояс чемпионов. Что произошло не так? А где, вот, то есть мы были все, честно сказать, в шоке. Женя, спасибо за ответ. Сулат, он не выйдет там, Мусель? Выйдет, выйдет. А выйдет? Ну, Сулат, смотри, если разобрать бой, да, смотри, в стойке как он меня переигрывал? Он меня переигрывал только после того, как он меня повозил, там, целый раунд или там, полраунда. Ты возьми Хабиба Баина, например, ну, если брать лагистанцу, да, их стиль вот такой. Они тебя вывозят в раунд, два, потом начинают стойки с тобой работать. После, я ударник. Да, я ММА занимаюсь, но я ударник. Когда тебя ударника один раунд потаскает, пять минут там не дают встать, тем более ты стараешься вставать. Я вставал, в первом раунде один раз или два раза встал. Потом уже ты становишься не как ударник, ты становишься как перекачанный какой-то в руки. Ну, ты сам знаешь, да? После этого они начинают, конечно, в стойке работать. А по муслиму, например, он вообще, он хороший боец, он очень хороший боец. То, что у него такой вид, как бы у него вида нет такой, да, он ворховатый парень, такой молодой. Но бойцовский IQ его, его подготовка, его стиль, он очень неудобный. Лично для меня он очень неудобный. Он видел все мои удары, атаки, он избегал боя с самого начала. Только проходил, переводил, там давил, давление оказывал, там чисто в таком стиле работал. Ну, по идее он грамотно бой построил. У него команда хорошая, там, если не ошибаюсь, универсал файтерс в Дагестане, там 14 тяжей у них есть. И там есть большие имена даже, как Минеев, как Анкалаев, там тот же Насрудин Насрудинов. Там у них серьезных ребят очень много в тяжах. 14 тяжей и топовые тяжи. Он с ними возится. И вот как его тренер даже рассказывал, Магомед Расулу, что ли, на меня, он говорит, что он всех просто на голову выше, там. Ребята наивали, и контролируют, и в стойке переигрывает. Парень хороший, мне кажется, он далеко пойдет. Ну, а к побою, вот, где-то, может, я чуть-чуть... Вы знаете, обычно я делаю подготовку, там, вот, в Алмате, там, два с половиной месяца, там, ну, восемь недель, девять недель, да. А здесь я поехал в Чечню, там месяц, здесь три недели, потом на Орозу начал. Ну, чуть-чуть я неправильно подошел, мне кажется, чуть-чуть рано начал и пик пропустил. Ну, это чисто мое мнение. Тренер... Ты можешь просить реванш именно с Муслимом Магомедовым. Я еще хочу просто дополнить по своему вопросу. Дело в том, что, Женя, я тебе откровенно говорю, то, что, как ты выглядел в первом раунде, как ты вообще вошел в клетку, это был не тот Женя, которого я видел и вспоминаю, допустим, другие. Я говорю откровенно, вот, без всяких. Да, потому что вы выходили работать против вольника базового, а достаточно хорошей работы, вот, защиты проходов ноги, вот, там, борьбы в стойке, борьбы у клетки, ну, к сожалению, либо, может быть, действительно, вот, как ты говоришь, и ты готов к реваншу, вот, неинтересно. Нет, знаешь, Сула, я, ты посмотри на мою оппозицию. У меня очень серьезные бойцы в силу и сей. Мне кажется, в 93 ни у кого такой оппозиции нет, как у меня была. У меня два не битых было, два дагестанца, ЮСИшника два было у меня, экс-чемпион был у меня, один экс-претендент на пояс был. По конкуренции там никто так не дрался в 93, как я с такими бойцами. У меня бойцы очень серьезные. Но именно, я тебе говорю, вот, именно к этому бою чуть-чуть подошел как-то по-своему. Обычно, вот, мы проводили здесь сбор, вот, в Алмате я проводил, собирали тяжелые, сработали, а здесь уехали в Чечню, то есть все. Ну, уже, знаешь, я не люблю после боя говорить. Насчет реванша, я всегда готов на реванш. Я с любым готов на реванш. С любым, буквально. Просто сейчас он чемпион. Претендент Мативасян там идет, армянин, которого три победы к ряду в ИСИ. Опять же, он выиграл не таких прям сильных бойцов. Но три победы, три победы он, сейчас он будет пояс оспаривать. Если он выиграет, Муслим, например, останется. Если я выиграю бой, я тоже могу попробовать еще раз за пояс потратиться. Но я слышал, что Муслим через пару защит хочет уходить. Ты привезешь сюда пояс, Жень, вот, в следующем году мы ждем? Я, я, сула, я все делаю для этого. Ты думаешь, мне не хочется, что ли? Ты знаешь, как я мечтаю? Для меня пояс, ИСИ, это мои олимпийские игры, да? Я когда-то мечтал о олимпиаде, там, по любительскому боксу. То есть сейчас это мои олимпийские игры. Я мечтаю, мне почти, почти 40 лет скоро будет, и я до сих пор дерусь, знаешь. До сих пор мечтаю, как пацан. Но я все равно дойду до своей мечты, я вам обещаю. Я сделаю все, чтобы выиграть и привезти этот пояс. Надо будет там, умру, но буду драться до конца. Спасибо вам большое. У меня вот такой вопрос. Несмотря на поражение последнее, да, вы в рейтинге организации находитесь на четвертом месте, ну, достаточно взаимодействовать, пятерки. Перед вами только там Муслим и Батурин, Батурин, Батурин все время назвал. Ну и Егор Махтисян, да? Есть ли вероятность такая, что вы сойдетесь в следующем поединке именно с Махтисяном, и есть ли желание с ним помериться? Ты ни в одну фамилию не попал. Ты с кем сказал реванш? С Муслимом? С Григором. А, с Григором. Кстати, вот насчет Григора, я вот хотел в следующий бой поздраться именно с Григором. Я попросил руководство ЕСЕИ, чтобы меня поставили именно с Григором. Но они отказали, так как Матюсян будет драться за пояс. И я тогда второй вариант, вот как раз после ослужа на бою, я сказал, что хочу подраться с его соперником, который его победил. В Бразильце. Да, в Бразильце. Ну, как организация решит, так я еще раз повторяю, у меня без разницы с кем драться, я с любым буду драться в ЕСЕИ. В 93 я не вижу, что там с кем-то не сейчас, там с кем-то там следующий, через бой. Мне без разницы, я выйду с любым соперником. Дадут Бразильца, подерусь Бразильцам. Без проблем. Дадут реванс с Муслимом, подерусь с Муслимом. Так что, значит, это... То есть не принципиально с Григором? Мне не принципиально. Мне только, чтобы в рейтингах оставаться на высокой позиции. Ну, и Казахстан не подводить, конечно, выигрывать. Все, спасибо. Мне, сон, баджет-баджеттен гейн, Нурбег Карабаламен. Амгмен болды, чемпион-белбегу и Хашан шыгасыз. Сон, да вообще, джоспарлар бар, Масондай? Джоуну, я, да, поиска, сураман жопис. Негендер, мабан, сол, ау-па-сауты-да, баскада, чеделден байзистер бэргол. Сон, да, мне шыга берген. Негайды был. Керес, жекпежа, қашан болады? Білмем, мен де, маған, кәзір, қанчабаққа келдейдеген. Декабрии, Лига, Ангар. Харат келді бекпенде болжек, Декабрии? Харатты шақырдым. Ол алты байга контрактқа ол тұрдымы мен, аль 5 бойым бар. Айтой, шығамыз ғой деп тұрдах ол. Лига айтса, шыға береміз деп тұр. Енді, Лига адас, білмем, мен, НФС рестораны салдығы. Можы, беріп қалым мүмкін, дейесе дұрыс болады. Төрбіресі, сүкеме тұрғайды маңынға? Білмем, негіз ол, ол қашпайымды дәйті әйті өрі. Менің ойдан қашпайымды дәйті, негізінде. Жылың аяғына дейін шығасыз ғосынмен. Бұл ғиян барыс, ондыра берістік тұрға. Осы УНФС жүрімі бойынша енді, Аллах қаласа. Сыразы поисто төбілесіз ол, Марайаспир. Онды сыбыс естінік золыраспа. Қанша бақты сол жылдық? Сіздің келесі бойыңыз титул, УНФС, Марайаспир. Бүшінші, тренология, қашар төрелесі? Набыр үті орынды сұрақ, үшінені айтуды өткендей, бөрдерің келеслер, Марайаспир. 2 ШекБ жүргіп кіздіксіз кінеміз бір-де бір. Шек зол 300 трилогия қашып тұрға. Бірақ недегенмен қазіргалға қойған – «Зың келес» б다, «1, 1930» аztанан класынан, Дени Кингант, который был в рейтинге, я был в рейтинге. Таким образом мы находимся в рейтинге. Кто же мы получили? Претендентский был Марайс. Я был в рейтинге, но я был в японии. Ватанапо. Это был в рейтинге. Дмитрий Джонс, который был в рейтинге. Дмитрий Джонс, как правило, формат шоу, браунт стойка, браунт ММА, браунт стойка. Поэтому формат 1ФЦ в первую очередь. Я думаю что, об этом все члены. Поэтому, в любом случае, об этом не ошибки. С вашим образом, это пересмите решение, что они учатся в процессах, пусть могут быть неприятно связаны с тем, что они все離аются в процессах, не обиваются, Потому что я хочу сделать то, что каждый обращается в яйце, чтобы они заводятся в герой ленте. Все, что важное, в яйце из яйца, чтобы показать, чтобы я проведу в яйце, чтобы постоянно забрать в яйце. Как раз, я с вами был старый год, кого я говорю? А, поражанный контракт, то значит, я важен, и я использую контракты. Могу работать в хашин – это очень сложно. Говоря, что у каждого спортсмена в его уровне, если все спорты открыты уйти, он имеет контракту. Но это то, что он получил. Я занимаюсь в 33-м году. Мы должны быть контрактом tienen контракт с помощью созидимания. У нас с short would like to have family, а мужская. Ураяяяяяяяя. Евгений, мы говорим, что 40 кадетов нет. У нас нет. Натижевое дело. Натижевое дело. Железное дело. В этом году мы продолжаем контракт. Поискал. На самом деле, я Дмитрий Джонсон. У меня есть какие-то юсиды. У меня есть юсиды. У меня есть юсиды. Я был чемпионом ЮФС, который был Барри Алим, Гитану Моу, и Масад Сол Джин Синь, значит ЮФС за Джин Ген Дин Синь. вообще короче слоя я вообще сайт написал дала текст напишем по поводу этого боя короче пошутил я не понял и короче так и выставил ну как есть скажу не буду выдумывать ничего там с другой стороны тоже хорошо и все нужно так вот именно какие громкие какие-то заявления какие-то высказывания там им немножко это нужно вот такие скромные бойцы как допустим мы там не только допустим боями нужно там немножко надо словами интересно так подогревать немножко я думаю что мы подогреем там немножко надо наша скромность короче не очень приветствуется я вам так и скажу короче второй вопрос по поводу подготовки с кем буду готовиться я на следующей неделе буквально планирую влезть в штаты вот и до конца февраля до 12 февраля планирую остаться там и готовиться почему потому что я после последней поездки много для чего для себя чего приобрел там выявил все выявил свои допустим которые думал на сильные стороны оказались что это у меня вообще не сильные стороны нам и на много над слабыми сторонами работали вот и мне в целом понравилась их не подготовка как у них проходит лагерь так что собираюсь выиграть надолго туда по сопернику какие слабые и сильные стороны может отметить ну я еще соперник особо боя не разбирал я помню его по прошедшим боям потому что он забор дрался с петром я и крайне поединок я вот случайно его смотрят в первом эфире когда он досрочно был в первом раунде я вам так скажу от моего предыдущего соперника сильно не отличается стилистически похожи потому что они более опасны я считаю что в начальных раундах именно за счет своей мощи своей огневой мощи физики и соответственно я думаю план на был мне будет наверное такой же как и допустим в предыдущем бою по поводу подготовки топ-тим как раз я вопрос читаю с кем-то из америка топ-тим вы подружились с кем-то более тесно может общаетесь время как-то проводите ну мы в первую очередь я вам так скажу за там хороший обстановка в зале тоже допустим такая дружелюбная не враждебная там такого нету поначалу конечно были свой момент там все бессы у всех или свой характер а либо ему себя нужно было показать вот перекид research темные лошадки тем более인지 казалось она то там особо она не знает не считаются jockie хорошо там уже было вместо сложно кто какой ты как себя ведёт так как работы уже кем нужно было подряд от меня подравился с ним нужно было тактично поработENT мы тактичено поработали и концу сборов cannon со всеми там может сказать дружине с тем более сделать бои пава игр Info И после этого до сих пор массово пишут, что партнеры по залу и тренера, все нас ждут, допустим, опять, что мы вернулись в ИТТ, занимались вместе с ними. Угостили Хаза? Угощали Хаза, да, но, к сожалению, не всех. В основном бойцов из СНГ угощали, да. В России, в основном, да, с Украины. Рамазан Ямеев, да, казахстанский шоколад? Да, и казахстанским шоколадом много кого угостили, да, потому что шоколада много с собой взяли и массово угощали. На контракт с Рахатом не хотите взять шоколадный фабрик? Ну, открытый, в принципе, для всех. Ждем одни интересные предложения. Все вопросы в Южную Корею. Сергей, еще вопрос, заключительный от вестей. Вот недавно соперник Жако выставил такой пост тоже, ну, групповатый, да, но там, на мой взгляд, вы как-то с Жако на эту тему говорили, или вообще, ну, ваше отношение к его посту? Ну, я думаю, конечно, все равно в любом, да, треш-тоге, в любом хайпе должна быть, ну, четкая грань, да, через которую перешагивать нельзя. Тем постом он задел не только, допустим, Жалгаса, наверное, он хотел задеть Жалгаса, он задел всю страну. Такие вещи, я считаю, ну, непозволительные, ни в каких высказываниях. Жалгаса мы по этому поводу разговаривали, на что он ответил, начнут наши фанаты в Инстаграме, закончу я в Ортагонии. А, это все. Слава Олегу, могу просто такой, это как бы такая системная ошибка, да, не только у нас, вот, почему вот у нас не используются вот наши, вот, корни, наши казассковые боксы, это вопрос ко всем к вам. То есть я рук не вижу вообще, абсолютно, то есть техники, техники бокса, казачской школы я не вижу. Это вопрос каждому из вас. Просто у человека нет ютьюба. Все, ладно. Не-не, это хорошо, что, брат, да, давай пообщаемся, почему нет. Давай, Женя, ты же боксер же. Давай. Обосну ему, давай. Можно я, если что скажу, потом продолжите. Бокс и МММ, это две разные вещи. Ну вот, вот, с этим можно тему закрыть, на то пошло. Если, если тонко, если тонко, если тонко, если тонко, да, если тонко это разбирать, вот смотрите, в боксе ты идешь вперед, да, с ударами, например, ты идешь вперед, ты не знаешь, что он, ты знаешь, что он тебе не будет проходить в ноги. Ты идешь уверенно бьешь. Я в курсе, я в курсе. Ну, а в боях, например, если ты будешь уверенно идти вперед и думать только о стойке, об ударах, он тебе пройдет, он даже, даже не то, что устанет, даже не прочухает тебя, переведет и все. Чтобы из-под него встать, это еще раз затратишь какие-то силы, какие-то опять, и поэтому... Не до бокса, да, будет? Да, будет уже не до удара. Я говорю, что после борьбы боксеры, вот я сам как боксер, я вам так и говорю, боксеры после борьбы, они встают уже с не такой уже взрывной мощи. Это для них, я это отлично. Ну, вообще, поэтому... Не все могут в боях боксеры бить там, не у всех руки. Допустим, хорошо, окей, вот почему вот Муай Тай, у нас одна из сильнейших школ, да, я сам вице-президентом работал, да, 6 лет. Вот почему Муай Тай, допустим, не хватает, почему, допустим, Пантера не хватает, почему, допустим, мы должны идти только в Америке, понятно, что там победов много, там, условий лучше, там, полный шоколад, вот так вот. Но все-таки я не вижу, что вы, как будто, ну, здесь вы не спорились. У нас есть очень много чемпионов мира по разному, между спортом, смешно, у нас же смешно-одиноводство уже пошло, правильно? Вот почему нет этого есть? Вот кто-то другой из вас. Америку, тёс-корр, ответь пойте вас. ...энди, білямеюем негесту. Таттамускай жу! Таттамускай жу! Ніде, я дя, артымбөз базасы болады, ем өңңғыр егенізді, мне смай ек көрес, детекін ся. Я не думаю, что у меня не любит третий стойку. И, кстати, ты будешь приручивать какие стойки ты будешь делать третий стойку? Я иду, поэтому я не буду на третий стойку. как он был и но смотри давай стараемся с этого штурма что у нас допустим руку не у кого нет начнем с этого я отлично с тобой тоже не согласен что рук ни у кого нету как ты можешь сказать что рук ни у кого нету просто таким громким заявлением пришел на элементарно и же не попал и ты что у него нет сколько у меня на кауто хорошо сук у меня сколько на кого то вступал ты почему эти вещи как бы сквозь них не смотришь ну хорошо можно сделать отдельно какие-то у вас на рост можно помещать а то что самому искать и мы сушим аликет осы пиве день егезе маяк егэм из в основном сезон альта злорда болдыңыз талат дүрместердіңіз ааа енді осы шейпе жекке дайындық қалай збор осы алматта болама әлде тайлатта болама әлде Америка қандай жоспарлар бар бар осы именно алдағы жекпе жекке дайынтарғыңыз ес осың тайгер муайтайдың айырмашылығы бет енді тайгер муайтайдың тайландта ол кемпті сен ойықа келесің тектана режим ұстап жаттуғыңыз деп жаңа ұдаркадан жаңа айтып өткен ұдаркаданды тайбокстанды құрестенде жалпы бұл неге жекпе жекке дайынталуға келесің тағы талай спортшылар әлемдік спортшылар келеді бүкіл әлемнің спортшылар сол ардан жан спарринг партнерлар көп сол себептен тайландқа көп баратын ақшыға да бардық ал енді қазіргі уақытта тайландқа ковидпен байданысты ешкім жоқ ояқты қазір бір сөз бен айтқан жабық десек болады алғай тренермен мен жекпе жектерін бір тропик төтеуді ол себептен міндетті түрін жекпе жектің алдында бірай бұрын алында бары болып климатизация өтіп арғарай тропикке филиппин болсын жан ағай тропик жақты болып жәрістерді баратын ал қадырға уақытта жекпе жәрі үзборларымыз бәрі үсінгі төң үрегінде өткіз жатырмаш және өткіз және өткіз және өткіз және және қырғызстан өткіз және болып жатыр ең бастысы бұяқта қажақта болмасаңда ең бастысы және жаттық тұршы бүгін кәдірі құлайға шықы жаттық тұршыңыз бар бұл үлтек қана боксе емес, күрес қана емес және бастысы және бұл үлтекін өткіз питерін өткіз және өткіз егер , сотрудна Дайындыңыз бәрін осы елде өтеді. Онын үсті жаңа айтым өтедің кәдіргі жаттықты жаңа Айбек Шахпутов ағамыз жаңағы. Оларды жаңағы. Именно МММ-эйдан ғана. Осырақ жаңағы, қайты туындау жатырды, неге боксқа бармайсын дейді жаңағы. Бұл аддельный вид спорта месті бол. Оларды жаңағы, бұл аддай күріне бұл адам өтеді жаңағы, бұл адам өте қатылға. Бұл адам өте қатылты болған жаңағы тұрылық. Сөз керсім менің арлан командасы, бізге осындай Амау Оренбург күн, Әрссия дам. Өрсия жаттықтың шағалдырып. В Казахстане, как я помню, там, по-моему, со спортсменами работают психологи, да? Их накачивают, может быть, как-то, не знаю... Я неправильно сказал, может быть, я извиняюсь. У нас есть ли психологи, которые с вами работают? Которые как-то настаивают на том, чтобы вы были более агрессивными? Или мы подходили к этому бою как-то иначе? Есть ли такие специалисты у нас? Можно я начну отвечать? У нас, к сожалению, наверное, тренер на себя все берет обязанности. Один тренер, главный тренер, он на себя все берет обязанности. Тренера по физподготовке, по борьбе, по ударке, по партеру. Там психолога того же, диетолога, там, подводит вот так вот. К сожалению, мы сейчас, ну, можно сказать, на становлении ММА. Почему? Потому что у нас, как таково, допустим, ММА, это профессионально не было сильно развито. Мы сейчас только уходим на этот уровень. У нас еще нет таких, соответственно, специалистов именно, кто могут реально вот прям... Берешь вот человека, и он прям реально готовит. Мы, как бы, мы... На частном остановлении мы делаем ошибки. Что бойцы делают ошибки, что тренера делают ошибки. Мы учимся сейчас на своих ошибках. НФС и контракт, бақты, оланын кейін. Басқа легалармен, тамошиндармен контракт болатыр, ойынызда барма? НЕГЕЗІНДЕ БЮЗДЕНИВСЕВА Контракт болатыр, ойын кезуен, ойыға айтық. Егер мен тож бір грамплей болатын, сол турнику. Егер де, басқа да, үлкен организация, шақырыт қалатын болса, мен сен жіберем, да, айты да, контракттан. Бірақ мен екі бойым бір, бірақ, әзірге мен осы қазақстану төбілесе бергенін өгерін әліптір. Егер мен шетеден жасара не түсіп жатсы, қуана-уана кетіп үйтаймын. Бірақ деген, көздеген бір промоушіндар бар. Әзірге онын чешілмесе оны бетіп. Көп сөйлі қойдың қажетті жоқты. Арық сөйліп, арық сөйліп, сейміш шық дейді, оға жақты. Көп сөйліп үйтаймын, көп сөйліп айтөзі. Вот у вас соперник, бразилец, поисценирует себя как крепкий, как и ударник, базовый боксер. А в чем ваши сильные стороны в этом поединке против него? Наверное, мои сильные стороны это моя выносливость, моя скорость, мой бокс. Ну не знаю, мы будем с ним бороться, посмотрим, можно готовиться, можно по-разному готовишься, а в бою вообще по-другому все получается, хоть и стараешься придерживаться плана, он же тоже на меня будет готовиться, в бою видно, кто из нас навяживает, тот, наверное, и выиграет. Можно сразу еще не отходить? Еще один вопрос за нам, а то потом не вырвешь микрофон. У меня такой вопрос, когда вы только анонсировали свой бой с бразильцем на своей странице, и Гита в числе первых написал там удачи, брат, салам и так далее. У меня хотелось спросить у вас, какие у вас взаимоотношения с Гитой, вы дружите, общаетесь? Ну, значит, я тебе... Или вы поддержал бразильцем таким образом? Нет, он сто пудово не бразильцем поддерживал, вот. Оказывается, так было, я вообще за него, можно сказать, не знал, даже как за футболиста, за капитана нашей национальной сборной по имени футболу, да. Вот. Когда начался вот по крайней чемпионат мира по футзалу, вот, мне он просто понравился, как играет. Почему? Потому что я сам выходец из футбола, я понимаю, кто там как играет, вот. Ну, там нет, друзья, которые в национальной сборной играют, и мне вот Гита так, можно сказать, в глаза запал сразу своей манерой, потому что тащит, подключается, в защите дорабатывает, поворотом бьет, еще голы забивает, вообще красавчик. Зашел к нему на страницу посмотреть, просто хотел, так сказать, поздравить с победой его в личку, а он, оказывается, меня после моего крайнего боя тоже поздравил. И вот так, после этого, как бы, начали переписываться, общаться, ну, просто переписывались, общались, я их поздравлял там, и, правильно-то заметил, он один из первых, кто написал. Мне вообще два бразильца первыми написали. Это он, этот, паром по тренеру с American Top Team. Как только он узнал, он мне все равно написал, let's go, bro. И то же самое вот, это, Гита, ну, два бразильца сразу поддержали меня. Но вы живем еще не встречали? С кем? С Игита. С Игита, нет, не встречался, но я думаю, скоро мы с ним обязательно встретимся, познакомимся с Чеппи. Я закончил инженерно-технический факультет в нефтегазово-дело, бакалавр. Красавчик. Если вам нужно будет интересно. Он вообще всегда хотел стать тренером по боксу. Я закончил физкультуры, как можно сказать, почти в профессии. Бокс. Может быть, учителем физкультуры пойдет. У меня есть юрфак, физфак и средне-специально-железнодорожная. Но толку нет от этих ничего. Я не ровно в тебе был. Тоже Академию спорта и туризма закончил. Ну, по этой специальности, как спортсмену, буду помогать так же нашим молодым бойцам в будущем. Что я проходил той же дыр. По профи, конечно, по профессии будем работать. Я не могу.